Первое послание к Коринфянам, святого апостола Павла. Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем. Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенная. И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего. Не апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства вы в Господе. Брат возлюбленный, если уже оставил ты суетный мир сей и посвятил себя Богу, приноси покаяние о грехах своих и храни принятое тобою намерение. Не слушай помыслов своих, когда они начнут томить тебя, говоря, никак не простятся тебе прежние грехи твои. Но соблюдай следующее правило. Не ешь с женщиной, с отроком не входи в содружество, с юным не спи на одной постели. Когда скинешь одежду свою, не смотри на тело своё. Если понудят тебя выпить вина более трёх небольших чаш, не пей. Этого правила не нарушай даже ради дружбы. Не исполняй небрежно молитв, положенных в известные часы, чтобы не впасть в руки врагов своих. Трудись, сколько можешь, над размышлением о псалмах, ибо это сохранит тебя от нечистой жизни. Люби труд и самостеснение, чтобы утихли страсти твои. Не считай себя чем-нибудь ни в каком отношении и не перестанешь плакать о грехах своих. Блюди себя от лжи, ибо она отгонит от тебя страх Божий. Не открывай всем добрых дел своих, чтобы не похитил их враг твой. Открывай болезни свои отцам своим, чтобы испытать помощь от советов их. Понуждая себя к рукоделию, его забитает в тебе страх Божий. Не суди брата своего согрешающего и не презирай его, иначе впадешь в руки врагов своих. Не будь спорлив, настаивая на слове своем, чтобы не утвердилось в тебе зло. Люби смирение и не полагайся на свой совет. Приучи язык свой говорить «прости мне», и не зайдет на тебя смирение. «Когда сидишь в келье своей, о трех вещах имей заботу. О непрерывности в молитве, об углублении в псалмы и о рукодели. Думай сам в себе, не пребуду я в этом мире далее настоящего дня, и исхищен будешь от греха. Не будь объяслив, чтобы не возобновились в тебе прежние грехи твои. Не лени сработать, потрудись углубляться в псалмы, и придет к тебе мир Божий. Принуждай себя к плачу в молитвах, и Бог смилуется на тобою и совлечет с тебя ветхого человека. Знай, что труд, нищета, самостеснение и молчание приводят к смирению. Смирение же доставляет прощение всех грехов. Смирение же состоит в том, чтобы человек считал себя грешником и неправедным, не настаивал на своем слове, отсекал свои хотения, очи опускал долу, переносил обиду, ненавидел честь и покой, и всем говорил «прости мне». Силой же смирения враги обращаются в бегство. Будь всегда печален, но когда придут к тебе братья, развеселись с ними, и да, возобитает в тебе страх Божий. Если идешь куда с братьями, отступай немного от них, чтобы хранить молчание. Не оборачивайся туда и сюда, но углубляйся в псалмы и молись Богу в уме своем. В какое бы место ни пришел ты, не слишком доверчиво обращайся с жителями его. Храни скромность и стыдливость во всем, и к тому, что предлагают тебе, не протягивай руки, пока не попросят тебя. Не спи с другим под одним покрывалом, долго молись пред сном, хотя бы ты утомлен был дорогой. Не допускай, чтобы кто-либо умащивал елеем тело твое, разве в тяжкой болезни. Когда сидишь за столом с братьями, не ешь с услаждением, и руку твою протягивай только к тому, что находится пред тобою. Колена твои пусть будут сложены, глаз твоих не поднимай на другого. Не пей воды с жадностью и с гурчанием в горле. Если нужда придет тебе отхаркаться, когда сидишь среди братьев, встань и сделай это подальше от них. Не потягивайся и не зевай, когда находишься в кругу других, и если нападет на тебя зевота, не открывай рта и пройдет. Не разевай рта для смеха, ибо это будет показывать, что нет в тебе страха Божия. Не пожелай чужой вещи, если приобретешь книгу, не украшай ее, ибо это обнаружит в тебе пристрастие к ней. Если погрешишь в чем, не стыди сознаться в том и не извиняй себя ложью, но преклонив колено, исповедуй грех свой и проси прощения, и оно дано будет тебе. Если кто солжет пред тобою, не гневайся, но скажи «прости мне». Не стыди собращаться с вопросами к твоему наставнику. Если кто постучит в дверь кельи твоей, когда ты, сидя, занят делом своим, оставь дело и успокой его. Не говори ни с кем, и словам другого не внимай без пользы. Если наставник твой пошлет тебя куда в дорогу, спроси у него, как тебя должны держать себя, и потом действуй по заповеди его. Не переноси слов. Если будешь хранить очи свои и уши, то не согрешишь языком своим. Если будешь жить с каким братом, будь с ним как странник. Не приказывай ему ничего и не показывай себя на большем над ним. Если он прикажет тебе, что чего бы не хотел ты, отсеки волю свою и не оскорби его отказом, чтобы не расстроился мир между вами. Знай, что кто повинуется, тот на больший. Если будешь жить с братом каким, и он скажет тебе, свари, спроси, что хочешь. И если он предоставит тебе выбор, свари, что попадет тебе под руки со страхом Божиим. Когда встанешь ото сна, твори молитву, прежде чем возьмешься за какое дело, затем углубляйся в Слово Божие, и тогда уже бери сни Лена сна за дело. Радостно встречай странника и приветствуй его, чтобы иначе свидание ваше не было вам обоим во вред. Когда войдет, не делай ему каких-либо пустых вопросов, но проси сначала помолиться, потом, когда сядет он, скажи ему, «Как здоров, брат мой!» И затем дай ему какую-либо книгу для чтения. Если он утомлен от пути, дай ему отдохнуть и омой ноги его. Если он начнет говорить пустые речи, скажи ему, «Прости мне, брат мой, я немощен и не могу слышать этого». Если расшили с одежды его, зашей. Если он немощен и одежда его запачкана, вымой их. Но если он шатайка, а у тебя будут в ту пору святые, то не позволяй ему войти, но окажи ему должное приветствие и отпусти его. Если, впрочем, он беден, не отпускай его без утешения и то дай ему, что Бог послал. Если брат положит у тебя что-нибудь, не рассматривай положенного разве только в присутствии его самого. Если кто оставит тебя в келье своей и выйдет, не поднимай очей, чтобы посмотреть, что есть в ней. Но когда он будет выходить, скажи ему, «Дай мне какое-нибудь дело, и я поработаю, пока воротишься». И что он тебе даст, делай то с усердием. Не молись с ленностью и небрежно, ибо этим вместо того, чтобы угодить Богу, ты привлечешь гнев его. Стой на молитве со страхом и трепетом, не опираясь на стену и не распуская ног, так, чтобы на одной стоять, а другую отставлять. Противостой помыслам своим и не допускай им озабочиваться плотскими вещами, чтобы была благоприятна молитва твоя. Когда бываешь на литургии, храни помыслы свои и чувства и стой со страхом пред Богом высочайшим, чтобы достойно принять тело и кровь Христовы и уврачевать тем страсти свои. Когда ты юн, не надевай хорошей одежды, пока достигнешь старости. Когда совершаешь путь с кем, кто старше тебя, не заходи вперед его. Если старший тебя встанет, чтобы поговорить с кем, не оставайся сидящим и ты, но встань вместе с ним и стой, пока он не велит тебе сесть. Когда войдешь в город или селение, взор твой опусти долу, чтобы иначе увиденное тобою не послужило тебе поводом к брани в кельи твоей. Не спи в том месте, где боишься согрешить сердцем. Не ешь с женщиной и не смотри на нее, даже на одежды ее, если сможешь. Если путь совершаешь со старцем, не допускай, чтобы он нес что-нибудь сам. Если будете юны, каждый неси свою часть. Если ноша мала, несите попеременно, по часам. Несущий пусть идет впереди, равно как и немощный. И когда уморившись, сядет он отдохнуть, садитесь и вы с ним. Когда будешь спрашивать, какого старца о помыслах своих, открывай их свободно, как они есть, тому, в ком уверен ты, что он сохранит тайны твои. В выборе старца не предпочитай того, кто преклонных лет, но кто убелен ведением и опытностью духовной, чтобы иначе не получил ты вреда и не размножились страсти твои. Понуждая себя долго молиться ночью, да просветится ум твой, помышляя о грехах своих и молись о них Богу, и он простит тебе их. Если кто начнет судить брата своего в твоем присутствии, то, хотя судимый будет из числа тех, которые тебя самого судят, скажи ему со смирением, «Прости мне, брат мой, грешен я и немощен, и повинен сам тому, о чем ты говоришь, почему не могу этого слышать?» Предпочитай себе во всем других братьев, и если какой друг при них окажет тебе честь, скажи, «Это ради вас оказал он мне такую честь». Кто просит у тебя что-либо взаймы, не отказывай. Не часто вращай в сердце своем память о тех, коих оставил ты любви ради Божией, но помни о смерти и суде, и что никто из них в то время не может помочь тебе. Если, сидя в келье своей, вспомнишь о ком, сделавшем тебе зло, встань тотчас и помолись за него в сердце своем, да помилует его Бог. Таким образом, скоро исчезнет страсть, какую питаешь в отношении к нему. Если хочешь причаститься тела и крови Христовых, смотри, чтобы никак не оставалось в сердце твоем гнева или ненависти на кого, и если знаешь, что кто-либо гневен на тебя, и спроси у него прежде прощения, как заповедал Господь наш. Если ночью в сновидении потерпишь нападение от похоти, смотри, днем не повторяй в мысли видов тех срамных, чтобы услаждением не осквернило сердце твое, но поди пред Господом, и Он помилует тебя, и поведает немощь человеческую. Если возложишь на себя крайний пост и станешь совершать продолжительные молитвы, не подумай, что они спасут тебя, но верь, что Бог умилостивится озлоблением тела твоего и поможет немощи твоей. Если схватит тебя болезнь, не унывай и не падай духом, но возблагодари Бога, что Он промышляет доставить тебе болезнью сей благ. Живя в келье своей, установи для пищи своей определенную меру и положенный час и не отступай от того. Давай телу своему сколько нужно, чтобы оно было сильно совершать молитвы и службы Божьи. Если где вне кельи твоей будет тебе предложена деликатная пища, не досы ты принимай ее. Если дьяволы внушат тебе начать труд, которого не силен ты подъять, не слушай их, ибо обычно они наводят сердце человека на такие дела, которых одолеть он не в силах, чтобы потом ввергнуть его в ныне и посмеяться над ним. и все их начинания без меры и беспорядка. Ешь однажды в день, но не досыта. Давай телу своему сколько нужно по требованию природы, по сложению твоему. Одну половину ночи определи на молитвенное бдение, а другую на упокоение тела твоего. Прежде чем идти в постели, часа два пободрствуй в молитве и богохвалении в салмопении, потом дай покой телу твоему. Если разленится тело твое, когда придет время встать на молитву, скажи ему, ужель ты хочешь принять малый покой в это время, чтобы потом отойти в нескончаемую муку? Не лучше ли здесь немного потрудиться, чтобы там вкушать вечный покой со святыми? Тогда отступит от тебя леность и придет к тебе божественная мукуши. Принимая чин монашеской, отпусти раба своего. Если он захочет последовать тебе и вступить в монашество, не допусти, чтобы он жил с тобою. Если пойдешь продавать рукоделие, не спорь о цене, как делают миряне. Так же поступай, когда что покупаешь. Знай, что скудость вещей приближает тебя к Богу. Если брат положит у тебя какую вещь и она понадобится тебе, не трогай ее, разве с его позволения. Если какой брат попросит тебя что-нибудь купить, когда пойдешь в город, сделай то, но если будут с тобой и другие братья, сделай это в присутствии их. Если дана тебе будет какая вещь, возврати ее, попользовавшись ею, сколько нужно, но не удерживай ее до то ли, пока потребует ее опять обратно. Если что, попортится в ней, исправь. Если ты сам дашь кому какую вещь попользоваться, не требуй ее обратно. Если видишь, что тот почему-либо возвратить тебе ее не может, особенно когда она тебе совсем не нужна. Если бросив келью свою после опять воротишься и найдешь, что в ней живет уже какой-либо брат, поищи себе другую, а его ни за что не выгоняй, да не прогневается на тебя Бог. Но если тот сам добровольно захочет оставить ее, то ты прав. Если при этом тот возьмет что из принадлежности ее, не требуй того от него. Если захочешь совсем выйти из кельи своей, не бери с собой ничего из принадлежности ее, но отдай ее какому-либо бедному брату, и Бог ущедрит тебя, куда не пойдешь. Ничему так не радуются дьяволы, как тому, если кто скрывает помыслы свои от духовного своего наставника. Не думай уподобиться отцам, если не будешь подражать трудам их. Блюди себя от богатства и любви к нему, ибо оно повреждает плоды монашества. Если борешься с каким искушением, которое теснит тебя, не ослабевай, но простершись пред лицом Бога, скажи, помоги мне, Господи, потому что я немощный, не силен выдержать эту брань, и он поможет тебе, если молитва твоя будет исходить от чистого сердца. Если поборовшись, преодолеешь, не хвали с тем, и не полагайся на себя, но больше еще блюдись, потому что враг не замедлит устроит тебе новую брань, сильнейшую прежней. Когда молишься Богу, не говори, Господи, возьми от меня это и дай мне то, но скажи, Господи, Боже мой, Ты знаешь, что для меня спасительный, помоги мне, и не попусти мне грешить пред Тобою, и погибнуть во грехах моих, ибо я грешный, немощен. Не предай меня врагам моим, яко к Тебе прибегох, избави меня, Господи, ибо Ты моя крепость и упование мое, Тебе слава и благодарение вовеки. Аминь. Блаженный Феофилакт Болгарский Благовестник Толкование на Евангелие от Матфея Стихи 31-33 Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделят одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Так как первое пришествие Господа было неславно и сопровождалось бесчестием и поруганием, так о втором Он говорит «приидет во славе Своей, ибо второе пришествие Его будет сопровождаться многою славою и страхом великим, воинство ангельское будет служить Ему. Прежде всего Господь отделит святых апостолов и всех праведных от грешников, освобождая их от грядущего страха, а потом поставив, будет говорить к ним. Овцами называет святых покротости их, потому что они доставляют нам плоды и пользу, как овцы, и дают пищу, шерсть и млеко, то есть пищу учения и покров духовной одежды. Грешников же называет козлами, потому что и они ходят по стремнинам и беспорядочны и бесплодны, как козлы. Стихи 34-40. Тогда скажет царь тем, которые по правой стороны его, «Придите, благословенный отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира, ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему ответ, «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе». И царь скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то и сделали мне». «Господь не прежде рассуждения награждает или наказывает, потому что он человеколюбив. А этим и нас научает тому, чтобы не наказывать прежде исследования дела. Таким образом, после суда наказанные будут еще более безответны. Святые называются благословенными, как воспринятые отцом. Господь именует их наследниками царства, чтобы показать, что он делает их общниками своей славы, как чад своих. Ибо не сказал «примите», но наследуйте, как бы какое отеческое имение. Называет меньшими братьями или учеников своих, или всех вообще бедных, так как всякий бедный, по тому же самому брат Христа, что Христос жил в бедности. Заметь, здесь правосудие Божие. И как Господь восхваляет святых, а вместе их благомыслие, как по скромности, они не признают себя питателями Господа, но Господь относит к себе самому то, что сделано для бедных. Стихи 41-46 Тогда скажет и тем, которые по левую сторону «Идите от меня, проклятые, во огонь вечный, уготованы дьяволу и ангелам его, ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником и не приняли меня, был наг и не одели меня, болен и в темнице и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ «Господи, когда мы видели тебя алчущим или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице и не послужили тебе», тогда скажет ему ответ «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из всех меньших, то не сделали мне». И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Стоящих по левую сторону Господь посылает в огонь уготованный дьявол. Поскольку демоны безжалостны и вражески расположены к нам, то прилично осуждаются на то же наказание люди, имеющие такое же свойство, из-за свои дела, подвергшиеся проклятию. Заметь, что Бог не для людей уготовал огненное мучение, а для дьявола. Но я сам себя делаю достойным мучения, представляя сие, вострепещи, человек. Вот, посылаются эти люди в муку не за то, что они блудники или убийцы, или хищники, или совершили другое, какое злодеяние, а за то, что не сделали никакого добра. Ибо если внимательно рассмотреть, то хищник и тот, кто много имеет, и не оказывает милости, хотя бы явно, и не делал никакой обиды ближнему. Все, что имеет, он более надлежащего, похищает у требующих, если они не получают от него. Потому что, когда бы он отделил это для общего употребления, они не нуждались бы, а теперь нуждаются, от того, что он запер свой излишек и присвоил его себе. Таким образом, немилостивый, осужден будет как похититель, ибо столь многих обижает, сколь многим может благотворить и не благотворит. За сието и пойдут такие люди в муку вечную, никогда нескончаемую, а праведники в жизнь вечную. Ибо как святые имеют непристающую радость, так неправедные, непристающие мучения. Хотя ориген и баснословит безумно, обольщая неопытных, что будто бы есть конец наказанию, что грешники не вечно будут мучиться, что некогда очищенные мучениями они перейдут в то место, где находятся праведные. Но слова Господа ясно обличают такую безумную мысль. Господь говорит о вечном наказании, то есть непрекращаемом, и сравнивает праведных с овцами, а грешников с козлами. Как козлу никогда не быть овцою, так и грешник в будущем веке никогда не очистится и не будет праведным. Кромешная тьма, будучи удалена от Божественного Света, по тому самому и составляет самое тяжкое мучение, что она удалена от Бога. Можно представить на это и следующую причину. Грешник, удалившись по грехам своим от Света правды, и в настоящей жизни уже находится во тьме, но поскольку здесь еще есть надежда на обращение, то эта тьма и не есть кромешная. А по смерти, если он не покаялся, настанет истязание, и его окружает кромешная тьма. Ибо надежды на обращение тогда уже нет, и наступает совершенное лишение Божественной благодати. Пока грешник здесь, то хотя он и немного получает Божественных благ, разумею, чувственные блага, но все еще он раб Божий, потому что живет в Дому Божьем, то есть между творениями Божьими, и Бог питает и сохраняет его. А тогда он будет совершенно отлучен от Бога, не имея участия уже ни в каких благах. Это и есть тьма, называемая кромешная, в противоположности перешней, не кромешной, когда грешнику еще остается надежда покаяния. Итак, бегай немилосердие и твори милостыню, как чувственно, так и особенно духовно. Питай Христа алчущего нашего спасения. Впрочем, если ты напитаешь и напоишь так жалчущего и жаждущего учения, то и тогда ты напитал и напоил Христа. Ибо вера, живущая в христинине, есть Христос, а вера питается и возрастает посредством учения. Если также видишь странного, то есть удалившегося от Царства Небесного, то введи его с собой посредством научения, входи сам и его вводи, чтобы, проповедуя другим, самому не погибнуть. И если кто совлек с одежды нетление, принято и во Святом Крещении, и обнажился, то облеки его. И немощного вере, как говорит Павел, принимайте, заключенного в темнице, то есть в этом мрачном теле, посети, просвещая его как бы некоторым светом, своим наставлением. «Все сие виды любви совершай и телесно, и особенно духовно, ибо как мы состоим из двух частей, из души и тела, то и дела любви должны совершать двояко». И отделит овец от козлов. Одних восхвалит за то, что они его алчущего накормили, жаждущего напоили, когда был он странником, вели в дом, когда был наг одели, когда был болен, презрели, когда был в темнице, посетили и даст им царство. А других, обвинив в противоположных поступках, пошлет в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелом его. Здесь святой Златоуст излагает сокращенно содержание стихов с 32 по 41 главы 25 Евангелия от Матфея. Первое. Сладчайшие слова эти, которые никогда не оставляем в уме, должны мы выслушать теперь со всем тщанием и умилением, так как этими словами заключается и самая беседа Христа. Он придает великое значение человеколюбию и милостыне. Поэтому и в предшествующих словах говорил о том различным образом, и здесь говорит, но уже гораздо явственнее и сильнее, представляя не два или три, не даже пять лиц, но целую вселенную. Правда, и прежде, говоря о двух лицах, он разумел не два лица, а две стороны, одну послушных, а другую непослушных. Но здесь он предлагает нам о том слово и более страшное, и более торжественное. Вот почему и не говорит уже уподобися царствие небесное, Евангелие от Матфея глава 25 стих 1, но прямо указывает на самого себя, говоря, егда же приидет сын человеческий во славе своей. Ныне он явился в бесславии, поношении и поругании, а тогда сядет на престоле славы своей. И часто упоминает о славе. Так как приближалось время крестной его смерти, которое считалось позорную казнью, то он возводит ум слушателя к высшему, представляя взору его судилища и всю вселенную. И не от этого только слово его становится страшным, но и от того, что небеса представляются опустевшими. Ведь говорит он ангелы будут при нем, и будут свидетельствовать, сколько они служили, будучи посылаемы от Господа для спасения людей. И во всех отношениях день тот будет ужасен. Соберутся, говорит он далее, все языцы, то есть весь род человеческий, и разлучит их друг от друга, якоже пастырь овец. Евангелие от Матфея, глава 25, стих 32. Ныне не разделены, но смешаны все, а тогда будет разделение и самое точное. Сперва он разделяет их местами и обнаруживает каждого, а потом и самыми наименованиями показывает внутреннее расположение каждого, называя одних козлищами, а других овцами, и показывая, что первые не приносят никакого плода, так как от козлов не может быть немалого плода, а последние обильный плод, так как овцы приносят большую пользу тем, что дают волну, молоко, ягнят, чего вовсе не доставляет козел. Впрочем, бессловесные животные не приносят плода или приносят его по своей природе, а люди по произволу. Потому те из них, которые не приносят плодов, подвергаются мукам, а приносящие плод получают венцы. Господь не прежде подвергает грешников мукам, чем рассудится с ними, почему разместив их и произносит обвинение. Они отвечают ему скротостью, но уже без всякой для себя пользы. И это вполне справедливо, так как они пренебрегали то, чего всего более он желал. Ведь и пророки везде говорили, милости хощу, а не жертвы. Книга пророка Осии, глава 6, стих 6. И законодатель возбуждал к тому всеми мерами, и словом, и делом, да и самая природа учила тому. Заметь при этом, что у осуждаемых не было ни одной или двух только добродетелей, но всех. Они не только не напитали алчущего, не одели нагого, но даже, что гораздо легче было исполнить, и больного не посетили. Смотри так же, как легки его заповеди. Он не сказал, я был в темнице, и вы освободили меня, я был болен, и вы воздвигли меня садра болезни, но сказал, посетите меня, приидосьте ко мне. Но и тогда, как он алкал, нетрудно было исполнить его требования. Он просил не пышной трапезы, но только с самого нужного, пищи необходимой, и притом просил с мольбою. Таким образом, все делало их достойными наказания. И удоба исполнимость просьбы, так как он просил хлеба, и жалобный вид просящего, так как он был нищ, и естественное сострадание, так как он был человек, и привлекательность обещания, так как обещано царство, и страх наказания, так как угрожала гиенна, и достоинство получающего, так как сам Бог принимал в лице нищих, и величие чести, так как удостоился не зайти, и законность подаяния, так как он принимал свое. Но при всем том сребролюбие совершенно ослепило плененных им даже и при столь великих угрозах. И как выше сказал он, что непринимающие бедных будут наказаны более, нежели содомляне, так и здесь говорит, понеже не сотвористи единому сих меньших братьев моих, не мне сотвористи. Евангелие от Матфея, глава 25, стих 45. Что ты говоришь? Они твои братья? И почему их называешь меньшими братьями? Потому они братья, что уничижены, что нищи, что отвержены. Таковых он в особенности призывает в свое братство, то есть незнаемых, презираемых, разумея не одних только монахов и живущих в горах, но и всякого верующего. Он хочет, чтобы и мирской человек, когда жаждет, алчит, наг или странствует, получал от нас всякое пособие. Крещение и общение в божественных тайнах соделывает нас братьями. Продолжение следует... Продолжение следует...